Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Марией об образовании. Пожалуйста, Мария. Моя мысль насчет образования, насчет системы образования, что общепринятая система образования, как по мне, несколько устарела, и мне кажется, что что-то прошлое должно оставаться в прошлом, а будущее, соответственно, как-то развиваться. То есть система образования застыла на каком-то моменте, и она не прогрессирует, она не развивается. Совершенно согласен с вами. Мне кажется, что стоит пересмотреть поход и немножечко модернизировать это все дело. Как вы к этому относитесь? Да, я написал книгу с авторами учения или мучения. И действительно образование застыло не немножечко, оно как ни менялось со времен Средневековья, так оно и осталось. Да, мы должны совершенно пересмотреть эти все вопросы. Я считаю, что на сегодняшний момент доступ к знаниям, к информации, к любым обучающим источникам, он свободный и бесплатный. И качество их значительно превосходит то, которое мы можем получить массовым образом от близлежащей школы, от какой-нибудь Марии Алексеевны, которая будет нам чего-то бубнить. В интернете есть все, и качество это значительно выше. То, что нам требуется реально, это умение, способность пользоваться этими знаниями. И привитие критического мышления, способностью быстро адаптироваться к требованиям времени и привычка критически мыслить, ясно мыслить, четко ставить цели, четко их достигать. А не тратить годы самые яркие, самые обещающие годы нашей молодости на тупое проведение времени в классе, слушая отнюдь не самых замечательных и не самых лучших представителей цивилизации. Кроме того, даже если они лучше, когда ты талдычишь одно и то же тупым ученикам, ты и сам становишься тупым и злым. И какой смысл это все тысячу раз повторять? То есть превращать это в некую секту, куда мы все должны явиться, усесться, и нам косноязычным образом очень плохо и непонятно зачем расскажут о теореме Пифагора опять. Понимаете? Вот, поэтому я считаю, что необходимо совершенно пересмотреть эту систему, по сути дела. Я боюсь, что в рамках школы вообще невозможно образование более, более невозможно образование. Вот, ну естественно, что делать какие-то социальные реформы немедленно приведет еще к большему хаосу и вреду. Но вот это понимание, что необходимо выстраивать параллельную систему хотя бы, и потом, когда эта параллельная система завладеет массами, можно будет упразднять существующую, то, скорее всего, вот такой должен быть подход. Недавно я беседовал с специалистами, они называют этот процесс расшколивание, то есть вынесение образования за стены школ вот таким вот образом. Мы видим даже уже в очень раннем возрасте, в 10-11 лет, появляются дети, которые очень цепко научаются находить необходимую информацию. Вот это вот возможность видеоблогерства, вот по сути дела равенства в этом отношении с точки зрения того, что вы можете приглашать любых людей и беседовать с ними на самые разные темы. Я, кстати, очень давно предлагаю, что если какой-то 10-летний, 11-летний или вообще молодой человек или девочка, или девушка приглашала бы к себе докторов наук и задавала бы им детские вопросы. Вот это было бы, мне кажется, очень интересно, потому что должна быть вот эта связь. Ведь в чем заключается детский вопрос? В своей непосредственности, в своей прямоте. Он не отягощен никакими соображениями дополнительно. И поэтому на них очень трудно отвечать, потому что люди научились делать вид, что они понимают. Но чем больше я как раз беседую с докторами наук, разными учеными, они признаются, что не могут ответить на самые базисные вопросы. Что такое материя? Что такое энергия? Что такое время? Вы понимаете? При том, что у них существуют огромные теории, огромные построения, огромные успехи. Нельзя сказать, что нет успехов. Но вот этого базисного понимания нету. И нету постоянного поиска ответов на подобные вопросы. То есть идет потеря ориентиров, куда они идут. Вот это вот очень важно. Все время нужно давать себе ответ, что я делаю, зачем я это делаю. Зачем я это делаю? Зачем я пошел и стал изучать на интернете, как устроен язык древних майя? Мне интересно. А почему мне интересно? Ну вот я хочу посмотреть, как вообще устроены языки. И вот это вот постоянное обучение, как бы. То есть возникает какой-то триггер, что-то вы услышали. Пошли, узнали, а что это. Там увидели еще три вещи, которые вы не знаете. Пошли, узнали, а что эти три вещи. Там узнали еще десять вещей, о которых вы не знаете. Пошли, узнали еще десять вещей. И в конце дня, во-первых, заполнение вот этих пробелов, это доставляет нашему мозгу удовольствие. Мозг чувствует себя неуютно, когда существует пробел в здании. И вот это заполнение этого пробела доставляет удовольствие, а не мучение. С другой стороны, получается, что к концу дня вот такого вот занятия, самозанятия, неважно в каком направлении, а вы строите целый кусочек своего представления о мироздании, которое вас окружает. И этот кусочек, он естественно связан. Вы начали с любого вопроса, с самого глупого, с самого незначительного. Почему пчелы летают? Почему небо голубое? Почему ветер дует? А пришли к тому, что у вас получается логическая связка самых различных знаний к концу такого дня. И вы достигаете прогресса, которого вы не достигнете в течение десяти лет школы. Причем эти знания у вас увяжутся такой тесной сеткой, что на нее можно будет привязывать уже еще более углубленные знания в самых разных направлениях. Плюс сам опыт вот такого вот расследования, исследования, он позволит вам быстро становиться, если не экспертом, то хотя бы достаточно осведомленным человеком в любой области, которая вам понадобится. Вот мне кажется, вот этим надо заниматься. Плюс нужно все время, чтобы была какая-то продукция. То есть вы хотите учиться, давайте делайте какие-то вот видео. Узнали что-то, расскажите другим. А приглашайте других людей, которые специалисты в этом. Они редко вам откажут. Особенно чем вы моложе и необычнее такой разговор, тем действительно человеку знающему интересно поговорить. Те, кто чувствуют, что они ни хрена не знают и прикрываются всякими дипломами, они откажутся. Они скажут, ху, что я там буду. А те, кто действительно обладают вот таким ищущим умом, им очень интересно поговорить и с ребенком, и подростком, и с кем угодно. Потому что каждый раз поговорив так, они как бы проверяют вот эту сетку своих знаний, своего представления. И нередко в этой сетке может оказаться дырка, понимаете, которую им будет доставлять удовольствие за штопы. Я согласна с вашими словами, что действительно учеба, обучение чему-то должно доставлять удовольствие. Человек сам должен этого хотеть, потому что, вот, к примеру, родители нанимают детям репетиторов, почему бы там ни было, по любому предмету. А ребенок, например, ему этот предмет не интересен, он не хочет его учить. То есть, мне неинтересно, я не понимаю, я не хочу. А репетитор как бы из кожи не лез, ребенок не поймет, потому что он не заинтересован в обучении. Вот. Вы понимаете, вот вся эта система, репетитор, обучение, это все напоминает пыточный какой-то аппарат. Понимаете? И вот его нельзя сделать непыточным. Да. Это все нужно сметать. И говорить такие вещи, что мне доставляет удовлетворение, удовольствие, ощущение полноты жизни и моей жизнедеятельности. И рассматриваем мы это. Допустим, мне хочется, там, вот, я вот смотрю на лошадей, и у меня вот прямо удовольствие, какие они красивые. Да? Ну, изучай ты своих лошадей сейчас, пока не надоедят. Или вот еще что-то. Вот. Есть механизм, который доставляет удовольствие при получении знаний, как я уже сказал. Когда у мозга возникает геп. То есть, вы не хотите изучать ничего того, что вы знать не знаете. Но мозг очень хочет заполнить какой-то пробел. Понимаете? Если у вас есть знание А и есть знание В. А отсутствует знание В, то мозг сам будет искать, как заполнить этот пробел. Ему неуютно находиться вот в таком вот состоянии. И вот это заполнение пробела, оно доставляет удовольствие. Понимаете? А начальный момент вот этого исследования, это даже у животных есть, называется инстинкт, что такое. Возьмите котенка, пустите его в комнату, он будет сначала прятаться, а потом он начнет все исследовать, лезть во все углы и дыры. Потому что эволюционно это оправданно. С одной стороны, есть сила, направленная на то, чтобы не высовываться, иначе погибнешь и тебя съедят. Но с другой стороны, если ты будешь все время сидеть, то ты не найдешь еды, не найдешь себе любимой кошки, с которой сделать новых котят. И тоже жизнь прекратится. То есть, есть вот этот пуш от природы, заполнять пробелы. Ну и надо его использовать. А все остальное, что мы считаем учебой, не имеет к этому отношения. Это безумное насилие, которое не имеет смысла. Это даже не дрессировка. Это даже не дрессировка. То есть, вот если взять животного и учить его какому-то трюку, то он это воспринимает как игру. Но если хороший дрессировщик не бьет его, не обижает, он воспринимает как игру. То, что играть животные любят, и люди любят. Но если вы начнете его заставлять кота сидеть в одной позе или там собаку, и начнете ему читать урок, и рисовать что-то на доске, и не давать ему отвернуться, и еще чего-нибудь, то вы знаете, что из этого ничего хорошего не выйдет. Школы, по сути, это по природе. То же, что тюрьмы. Это инструмент насилия приготовить, как в древности готовили, к подчинению, к рутинной, скучной, нудной работе. Засунуть вот этот вот живой творческий потенциал, кандалы, задушить его, не давать ему развиваться, чтобы он не высовывался, чтобы была вот эта вот серая, тупая масса людей, крестьян, ремесленников, которых можно заставлять работать на себя. Вот в чем смысл этих школ. И они продолжают существовать и продолжают превращать живых людей в жалких зомби. И поэтому мы наблюдаем, что после школы, после колледжа, вот есть такие опросы на улицах, спрашивают элементарные вопросы. Они не знают ответов. А они не знают ответов. Это значит, у них отсутствует, не просто он не знает, что столица там какой-то страны, какой-то город. У него отсутствует целый пласт представления о мире. Такого человека очень легко обмануть, когда он не знает каких-то вот основных вещей. Ему можно навешать любую лапшу на уши. Причем у него отношение к знаниям как к палке. Он ни за что добровольно не пойдет и не станет выяснять, где какая столица, кто где живет и кто чего было и так далее. Потому что вот в этой пыточной машине под названием школа его настолько измучили, что он близко не хочет приближаться к этому явлению. Но существует общее мнение, что учиться надо. Вот. И поэтому возникает показуха. То есть обязательно где-то что-то списать, где-то что-то подправить, где-то обмануть, где-то сделать вид, где-то поддакнуть, где-то нихрена не понимаешь. Конечно. И вот результат. Красный диплом. Отличный. Зазубрить. Зазубрить – это вообще отвратительная вещь. Зубрежка – это есть насилие над мозгом. Он у нас не приспособлен к тому, чтобы запоминать много, особенно несвязанной информации. У нас мозг гораздо хуже, чем лист бумаги. Лист бумаги ты на нем напишешь, положишь в сторону, и через год ты его достанешь, и вот как там было написано, так там и написано. Он прекрасно, хорошо запоминает. А мозг – нет. Он через две минуты может все перепутать. Потому что он не работает как лист бумаги. Он выстраивает, наши нейроны выстраивают какие-то логические цепочки, ассоциации. Это очень подвижно. Это очень живое. И заставлять это живое зубрить – это все равно, что пытаться микроскопом завивать гвоздь в стену. А именно это и требуется. Понимаете? Вот. Вот такая штука. Ну вот, что бы я хотела сказать, это то, что в школе заставляют учить абсолютно все предметы. Неважно, интересно тебе или не интересно, то есть тебе надо. Ну да, вы как бы подробность говорите, что пыточная машина, она ломает абсолютно все пальцы. И вот я скажу, что конкретно мне абсолютно неинтересны точные науки, потому что я их искренне не понимаю. То есть мне, скажем так, не дано, вот проще говоря. Я человек больше с уклоном в гуманитарии. И в школе я была, скажем так, не лучшим учеником по математике, по геометрии, по всем остальным предметам. Но я была отличница по языкам, по, не знаю, по искусству и по всем остальным подобным предметам. Вот. Но учитель, вместо того, чтобы сказать, вот, молодец, вот, круто, он меня ругал за то, что, точнее, она меня ругала за то, что, вот, я плохо учу математику, вот, надо подтягивать, нужен репетитор. Математику учить не надо. Она никому не нужна больше, чем плюс-мидус. Но в своем восприятии мира понимать, как устроена математика, какую она играет роль, ее философию необходима. Иначе вы не сможете быть хорошим гуманитарием. Вы, как бы, понимаете, ваше представление о мире должно быть замкнутое, как некая сфера. Если она имеет пробоину, дыру, у вас все из нее вылится. И вот эти дыры надо латать. Когда вы говорите изучать математику, то есть долбить вот эти вот, как там, чтобы сходились ответы, или еще чего-то, или как это самое, это действительно идиотизм. Решать эти примеры, там, вот. Вот я бы насчет этого сказала, что... А вот понимать и порассуждать, что такое математика. А почему математика, она математика. А является ли математика вот именно нашим человеческим, или это свойство действительно внешнего мира и вселенной. Вот. И... Позволите добавить пару слов к вашим? Вот вы говорили, что математику нужно не зубрить, а нужно вникать как-то именно разбираться. Потому что в школе я помню, что... Я почему говорю, что я помню? Потому что я сейчас... Обычная школа, я учусь в онлайн-школе. То есть в более-более, скажем так, модернизированной системе. Вот. Поэтому я говорю в прошедшем времени. Нас заставляли... В обычной школе нас заставляли заучивать правила. То есть в книге написано вот слово в слово, и я вот, соответственно, должна выучить слово в слово. А если ты скажешь по сути правильно, то есть суть передашь, но своими словами, и, ну, все будет правильно, тебе снизят оценку за то, что вот ты вот выучил не так, как в книге. Ну, а разве не в том ли смысл, чтобы ребенок мог своими словами объяснить какое-либо правило, какую-либо теорему и аксиому все остальные? Разве не в этом смысл, чтобы ребенок понимал, чтобы он разбирался и мог это объяснять, как он это чувствует, как он это видит? Вот. То есть буквально заставляют... Я совершенно с вами согласен. Я вообще хочу сказать, что взрослые себя дискредитировали. То есть вот если мы сейчас посмотрим на наше существование, на вот эту ситуацию, на эту войну, на все, она делается взрослыми людьми, не детьми. Причем не просто взрослыми, а которые считают себя образованными, которые считают себя умными. Чему эти умные могут нас научить? Что они могут нам сказать, если они такое творят? Все, все, с обеих сторон. Вы понимаете? Неважно, с какой стороны. Наша цель, как говорил Декарт, все отмести, всех авторитетов и начать все с нуля, задавая самые детские, самые простые, самые базисные вопросы. Мы не можем сказать, что у наших учителей есть авторитет нас учить. Извините, что я говорю с позиции молодежи. Я себя ассоциирую с такими же бутарями, несмотря на свой возраст. Вот. Поэтому, действительно, но из-за того, что вас постоянно обижали и притесняли, у вас появилось непереваривание математики. У меня то же самое было. Вот я помню, там в каком-то классе учительница пришла, нарисовала какую-то херню на доске и сказала, что это функция. И у меня свет выключился. С тех пор я больше ничего не понимал. Понимаете? А сейчас у меня есть книга «Развенчание математики». Я целая серия этих передач с докторами наук. Вот. Я не боюсь больше математики, хотя не являюсь специалистом ни в коей мере. Дело в том, что невозможно оставлять вот эту пробоину целой, основополагающей части человеческого мышления, общества, сознания, без того, чтобы поинтересоваться, а какие там обоснования, а что там такое, а о чем это вообще, а чем они там занимаются. Вы не можете быть ни литератором, ни актером, ни гуманитарием, ни психологом, если у вас нету представления. Если вы, это все равно как отрезать себе руку или ногу. Вы инвалид, если вы себе не заполнили каким-то образом вот эту сферу мироздания, вашего представления о мироздании вполне. Но именно совершенно необязательно идти, так сказать, вот делать вид, что если вы сдали экзамен по математике, то вы знаете математику. Ничего вы не знаете. Сами математики математики не знают. И позвольте добавить в этом плане, что конкретно, я считаю, что любая наука, она может быть интересна, если это интересно преподнести. Или же если человек сам будет в это углубляться. Я не знаю, любое знание интересно. Просто кто-то, скажем так, не будем называть имена, кто-то не умеет доносить эти знания. Вот пример. Ну, знаете, здесь необходимо, вы понимаете, достаточно один раз, два раза ребенка вот так вот обидеть, травмировать такой учебой, и он будет невосприимчив. Он будет уже невосприимчив. То есть это все равно, что вот как рефлекс, что вас ударили там несколько раз, и вы уже будете бояться туда подходить. Я пробовал, я знаю, у людей есть очень мощный, у детей барьер. И с другой стороны, способность показушничать и делать вид, что они учатся, или что они там достигают каких-то вещей. Позволите сказать насчет этого, что помню, что, вот честно скажу, поначалу у меня действительно был какой-то интерес к той же алгебре, к той же математике. Но вот как вы сказали, что вот появляется вот этот вот рефлекс отторжения, когда вот вас обидели, и все, вот не хочется. И вот помню, что поначалу у меня вот был интерес к классе так, не знаю, к классе так пятом, шестом. То есть он действительно был. И я решила, помню, было у нас задание, там, решить задачи, все остальное. Но это не столь важно. И я, соответственно, забыла способ, которым мы решали на уроке. И как-то логически додумавшись, попыталась придумать свой. И решила я каким-то вообще левым своим способом. Но ответ являлся правильным. То есть я решила правильно, но каким-то уже своим способом. Пришла же я в школу сдавать это домашнее задание. Вообще теперь говорится, типа, ну, а ты где-то его взяла, где-то этот способ взяла. То есть мы такое не учили. Я говорю, ну, я забыла, я как бы, ну, решила, как было понятно мне. Но ответ ведь правильный. И вот, соответственно, правильный ответ, неправильный. Мне все равно снизили оценку, потому что я решила не так, как мы учили. И вот несколько раз папа мне, бывало, помогал решать теми способами, которым их обучали. И конкретно для меня эти способы были более удобными. И, соответственно, я... Я переделал все способы, я считаю, совершенно не так, как учили в школе. Абсолютно не так. То есть я сам для себя давно уже придумал другие совершенно способы. Вот. И прикидывать, и подсчитывать, и... Конечно, то, что вы... Я вот сейчас договорю, и поскольку меня вот эти несколько раз, меня вот искренне перед всем глазом отчитали, что либо я списываю, либо я решаю неправильно, но с правильным ответом. И вот этим вот, скажем так, учительским буллингом, вот как-то несознательно, но желание придумывать свои какие-то способы и учить математику, оно отбилось. То есть она мне теперь непонятна, она мне искренне неинтересна. И то есть раньше я проявляла к ней интерес, сейчас этот интерес, соответственно, угас. И вот, послушав ваши слова, я теперь могу... ...будет связать конкретно с вот этими вот инцидентами, что учителей, что ребенок, если проявляет... Мы здесь подошли именно к вопросу легитимации. Дать легитимацию ребенку искать свои пути, искать свои решения, пользоваться критическим осознанием того, о чем идет речь. И вот, я бы сказала, что вот тем самым запрещая решать ребенку новыми своими какими-то способами учителя, мне кажется, убивают действительно настоящих гениев каких-то, наук и всего остального, потому что лично я считаю, что более умным, скажем так, более образованным в этой... Как сказать? Более образованным ребенком в математике будет являться тот, кто будет решать своим способом, а не тем, которым сказали. Вот, и я считаю, что... Вы очень скромно хотите, потому что вообще-то было бы неплохо, если бы еще у человека возникало понимание, зачем ему это все надо. Да. Если у вас потребуется проверить правильность, сколько вам заплатили, то у вас очень быстро разовьются навыки подсчета. Правда? Ну да. Да. И вот лично я считаю, что, как бы объяснить, мне кажется, что более полезным были бы изучения наук в том направлении, которое пригодится в жизни. К примеру, тот же подсчет финансов и всего остального. Потому что, вот помню, что у нас в начальных классах была очень хорошая классная руководительница, и у нас, скажем так, был экспериментальный класс, и она нас вела не совсем по, как бы сказать, не совсем по общепринятой программе. И вместо того, чтобы давать стандартные решения о каких-то примерах математических, она нам давала такие, скажем так, лайфхаки, вот как упростить решение, к примеру, как умножить там двузначное число на 11. Вот. И буквально все за секунду эти примеры решали, потом решали, извиняюсь, про прощение, заговориваются, все буквально за секунду решали эти примеры, потому что это было интересно, и вот как вы верно выразились, это было как игра. То есть, а давайте теперь посчитаем, вот это на это. И я не знаю, у детей просто глаза горят, дети горят этим, потому что им понятно, и это получается. И, скажем так, это не были общепринятые способы решения, но при этом они были максимально понятны и максимально упрощали использование умножения. А в старших классах нам запретили пользоваться этими способами, которые нам давали в начальных классах, потому что, а вот так не принято. То есть, это не по школьной программе. Вы должны там, не знаю, расписать пять столбиков, как это решить, и вот доказать. А, ну, зачем, если это можно упростить? Вот я, честно, не понимаю этого, зачем нужно расписывать уравнение пять минут, которое можно решить совершенно другим способом за минуту, даже за меньше. То есть, конкретно мне это не особо понятно. Почему бы себе жизнь не упрощать? Вот, то есть, буквально я замечала, что не раз учителя усложняют и себе, и детям жизнь, не давая решать школьникам что-либо тем способом, который быстрее. То есть, они заставляют решать тем способом, который проходит в книгах. И неважно, сколько он времени занимает, а сколько страничек тебе нужно этим способом написать. Главное, чтобы... Цель-то главная показуха, что занять, что все сидят в школе, учитель что-то там говорит, а все сидят и слушают. Подчинить, заставить, принудить. В этом смысл. Не научить, а принудить. Отобрать инициативу. Убить живой, ищущего. Понимаете? Я бы хотела сказать еще, да, хотела бы я рассказать еще про разный подход учителей и, соответственно, про разное восприятие детьми материала. Вот у нас в школе, в моей бывшей, была, не знаю, просто замечательная учителя со зарубежной литературы, которая, к сожалению, уехала, и мы проучились с ней буквально только полгода. Но она так всем полюбилась, только лишь потому, что она ни на кого не повышала голос, она интересно подавала материал, и, не знаю, она очень по-доброму, очень по-тихому, очень, скажем так, по-дружески, если можно так выразиться, общалась с детьми, дети, я не знаю, дети ее просто обожали. И если до этого мы зарубежную литературу относились к ней, ну, типа, ну, обычный урок, ну, все, выучим, как набы, набы выучить, то, когда она появилась, не знаю, все стали буквально одержимы ее предметом, все обожали не только ее, но и ее предмет, и искренне понимали. Вот. А были учителя, которые, и, к сожалению, это был один такой вот добрый, адекватный учитель, учитель в нашей школе, что-то сегодня заговариваюсь, извиняюсь. Вот. А все остальные, а, и вот, скажу, что эта учительница, она позволяла детям высказывать свои мысли, своими словами, как они думают, как они считают, высказывать свою точку зрения, не как в книге написано, а вот как они чувствуют. Вот, знаете, дается задание, вот как вы поняли этот рассказ, например. Как бы по-дурацкому ребенок себе это бы не интерпретировал, его мнение уважалось и никогда не исправлялось, то есть любую историю каждый для себя понимает по-разному. И помню, что раньше нам говорили, что нет, это ошибочное мнение, вот, автор закладывал такое мнение. Откуда ты знаешь, что закладывал вообще туда автор? Может, там, не знаю, там про Соню написал, о, шоу, о, давайте, напишем, мне нравится. Вот, может, автор даже никакого смысла там сакрального не залаживал, это же не обязательно. И вот, и убивалось тем самым мнение, нужно было думать, вот, как все, как масса. А этот учитель, она нам позволяла высказывать свое мнение, и она уважала, она принимала это мнение. А все остальные учителя, большинство, вот, выразить это учителей, они, не знаю, они не позволяли проявлять вот личность, какое-то свое личное мнение, свое личное я. И вот вы правильно выразились, подпишусь к словам, которые вы сказали ранее, что получается, вот эта вот серая масса воспитывается, что воспитываются удобные люди с одинаковым мнением, с одинаковыми мыслями, с одинаковым мышлением. чтобы потом их потом можно было подставить под ружье и заставить убивать себе подобных. Да, верно. Потому что людей, которые задают вопросы, трудно заставить что-то делать. Да, совершенно с вами согласен. А насчет общения, здесь действительно личность учителя, действительно, если человек к человеку относится с уважением, симпатии, видит в нем ценность, то, конечно, человек к нему тянется. Но с другой стороны, нельзя забывать, что дети – это обезьянки. Ну, какой-то симпатий. Если их оставляешь в свободном состоянии, они немедленно спускаются на уровень обезьянок. Вот. То есть начинаются крики, одевание мусорного ведра друг к другу на голову и прочее, прочее. Вот. И это тоже встает большой вопрос. Вот все говорят, вот, социализация. То, что происходит в детских классах, не имеет ничего общего с тем, что должно происходить в нормальном обществе. Вы оказываетесь в клетке с обезьянами. Вот. А с ними справиться можно только жесткими методами. Приходит какая-нибудь училка и начинает орать благим матом. А ну все нам это самое туда-сюда. Вот. А зачем их сводить вместе в социализацию? Какая у них нафиг социализация-то? Они просто спускаются на более низкий уровень. Кроме того, они что, выбирали, с кем им хочется быть? Нет. Их туда насильно согнали. По принципу, кто в каком районе живет. И там оказываются очень неприятные друг другу люди, дети, которые мучают друг друга, обижают, и ни за что бы не хотели бы находиться друг с другом. Что это за социализация такая на тюремном уровне, насильственном? Понимаете? Позволите? Да. Насчет этого я бы тоже хотела высказаться. Вот, на, скажем так, еще вот, на постсоветском пространстве онлайн-школы, вот онлайн-образование, оно, скажем так, оно в новизну, то есть оно не общепринято. И помню, когда родители все-таки приняли решение перевести меня на онлайн-образование, так как это было, в принципе, взвешенное решение, так как у меня, я профессионально уже давно занимаюсь танцами, меня буквально, у меня не было времени ни на что. Я приходила в 11 домой, делала уроки до 3 часов ночи и спала буквально, не знаю, часа 4. У меня были головные боли, у меня были проблемы со здоровьем, то есть это, не знаю, то есть школа для меня в этот момент была очень губительна, поэтому, чтобы освободить какое-то время, мы решили все-таки перевестись на онлайн-образование. и когда знакомые узнавали, что вот так-то, так-то вот ребенок моих родителей вот перешел в онлайн-школу и многие говорили, что а как же социализация, у вас ребенок там, не знаю, станет каким-то социофобом, закроется в комнате, не знаю, натянет капюшон, вот так вот сядет и я не хочу никого видеть, я не хочу никого слышать, ну, я считаю, что это вроде бы не так работает, то есть, к примеру, я хожу на танцы, у меня в любом случае социальное общество есть, я хочу, я хожу в магазины, я выхожу на улицу, то есть, я нахожусь в социуме, как бы я не хотела от него закрыться, я в любом случае буду в нем находиться, и что вот люди подразумевают под словом социализация, что, как сказать, взросление в кругу своих сверстников, в кругу людей, ну, это не всегда хорошо, конкретно, мне стало намного легче, когда я перешла в онлайн-школу, потому что меня никто не достает, на меня никто не орет, меня никто, скажем так, морально не насилует, то есть, мне спокойно, меня никто не трогает, я учусь в свое удовольствие, вот хочу, вот я сегодня английским позаниматься, вот сижу и кайфую, дошла, не знаю, там на кухне сделала себе чай с бутербродом, сижу, вот кушаю, пью, учусь, и действительно, материал запоминается, я учусь в свое удовольствие, и не знаю, и перейдя в онлайн-школу, я, не знаю, я не стала социофобом, я не стала социальной личностью, то есть, я не открестилась от общества, я, наоборот, стала более ментально здоровым, более ментально стабильным человеком, нежели была раньше, потому что, вот честно скажу, это были довольно кошмарные для меня времена, когда я училась в обычной школе, вот, и, как вы верно сказали, социализация, это не всегда хорошо, то есть, к примеру, в той же школе учителя постоянно, кричат, если ты что-то не понимаешь, если кто-то там себя плохо ведет, крик, 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 все, голова стоит, голова болит, и буквально дети, буквально как тюрьма, дети не кайфуют от обучения, дети не наслаждаются, дети не хотят находиться здесь, потому что в туалет отпускают по времени, по звонку, покушать, там, не знаю, там, пять минут в день, там, водички даже на уроке попить нельзя, то есть, это буквально вот так вот, сиди, ручки на коленках, и слушай, и пиши, и неважно, понимаешь ты, не понимаешь, пиши, вот, и твои проблемы, если ты что-то не понимаешь, и, честно сказать, это было довольно ужасно, и я бы сказала, что даже небольшая такая ошибка, что никто не ищет подход к ученику, потому что это отнимает время, это отнимает силы, то есть, это невыгодно учителю, что это, прошу прощения, это, скажем так, неудобно, к примеру, кто-то хорошо усваивает материал с помощью зрительной памяти, у кого-то слуховая память хороша, то есть, конкретно я плохо учу предметы с репетитором, с человеком, если мне кто-то пытается что-то объяснить, я не понимаю, как бы хорошо человек не объяснял, но если я сама сажусь и сама вникаю в это, к примеру, с языками, я села, я вникла, и я поняла, и я поняла то, что мне тут учили очень много лет в школе, и при этом я искренне не понимала и не любила эти все предметы, вот, конкретно мне более комфортно учиться самой, кому-то комфортно, чтобы вот кто-то его обучал, и, скажем так, как объяснить, вот, не может быть, чтобы в классе были все отличники, потому что для каждого нужен свой подход, для каждого свой комфортный темп обучения, то есть у каждого свой комфортный способ учиться, вот, а из-за того, что есть вот общепринятая какая-то норма, вот, нужно учиться так-то, так-то, во столько-то, во столько-то, 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 и, получается, берут и вот штампуют, 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 вот один за другим, один за другим, вот таких вот зомби ходячих, которые, не знаю, а, шо, какой сегодня день, то есть вот буквально так и выходит, что я бы сказала, что вот это прозвучит довольно нехорошо, но вот для меня, конкретно в моем детстве, школа для меня была немножечко лишнего, честно скажу, потому что у меня были танцы, которые я искренне обожала, на которые я искренне любила ходить, вот, и из-за этого страдала немножечко учеба, потому что у меня не хватало времени на нее попросту, потому что задают, не знаю, метровые задания, метровые примеры, которые я должна, извините, решить в свое свободное время, в то время, когда у меня танцы, когда я хочу гулять, когда я хочу там веселиться, мне нужно сидеть и зубрить, вот, школа, темало очень много свободного времени, и выходило так, что у меня, соответственно, ну, возникали, скажем так, неполадки с обучением, то есть, я не успевала учить материал, и помню, мама подходила, общалась с учителем, не вспомню, с каким, но общалась она с учителем, точнее, учитель вызвал пообщаться, скажем так, вот, насчет моих оценок, и она сказала, что бросайте танцы, вот, бросайте танцы и учитесь, ну, извините, я как бы прошу прощения, ну, я считаю, что это неправильно, действительно, потому что, как объяснить, для меня, благо у меня просто родители, адекватные, то есть, школа, это, я считаю, это не пуп земли, что вокруг него все вращается, потому что, как бы это сказать, то есть, школа, это как такой обязательный период, который все дети хотят, как можно быстрее прожить, как можно быстрее отмучиться, эти 11 лет, и идти спокойно себе жить дальше, вот, и, к сожалению, школа занимает очень много свободного времени, которые, очень много вот, свободного времени, которые дети хотят проводить, не знаю, бегая с друзьями, занимаясь любимым хобби, не знаю, рисуя, танцуя, общаясь, вместо этого, они получают вот такую вот большую вот какашку в виде того, что нужно учиться, нужно уроки делать, нужно вот сидеть, зубыть, тебе не нравится, ну, ты обязан, тебе нужно, и, ну, я не знаю, это, это несколько, я считаю, устаревше, потому что, если вот в том же Советском Союзе, вот это считалось престижно, вот у тебя диплом красный, ну, ты вообще молодец, что ты можешь куда хочешь устроиться, ты такой умный, образованный, сейчас же, в современном мире, диплом это, как бы сказать, это не самое важное, что диплом тебя не обязательно будет кормить, что как бывает, что человек поступает в университет, отучивается специалист, и не работает по ней, вот потому что, вот разонравилось, не хочу, или родители, скажем так, настояли, заставили вот пойти там, я хочу, не знаю, там быть пловцом, нет, ты пойдешь там на медика учиться, а ребенок не хочет, он отучился и стал пловцом, опять, ну, как бы, ребенок станет тем, кем станет, и к чему я веду, я веду к тому, что школьное образование сейчас, образование это сейчас в принципе не самое, это не пропуск в счастливую жизнь, вот то, что, к примеру, высокооплачиваемые профессии, сейчас люди осваивают в интернете, они осваивают программирование, осваивают какие-нибудь языки программирования, и все остальное, и они на этом зарабатывают, то есть это их кормят, а школьный диплом их, не знаю, им не пригождается, потому что на него, ты скажем так, дипломом ты как бы в жизни проблем не пробьешься, то есть понятно, если ты хочешь стать там каким-нибудь великим медиком, и тебе это жжет, тебе это очень нравится, то, конечно же, образование это важно в этом плане, и диплом тебя куда-то да приведет, идет, но, в общем, я сбиваюсь, смысл есть, и тогда мы говорим. Почему вы очень все четко выразили? Огромное вам спасибо, было очень интересно побеседовать, и у нас с вами разногласий нет, мы во всем соглашаемся. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok